Мне досталась такая тема, которую, казалось бы, все уже давно знают, и, казалось бы, придумать в ней ничего уже нельзя. Оказание эффективной помощи пострадавших при родных антропогентных катастрофах – актуальная проблема, которая в 21 веке приобрела особую остроту и значимость. Количество и тяжесть чрезвычайных ситуаций мирного времени постоянно растет, и сегодня гражданским врачам приходится сталкиваться с необходимостью одномоментного оказания медицинской помощи большому числу пострадавших чаще, чем военному. Продолжение следует... Современная медицина катастроф, базируясь на революционных принципах, сформировавших свыше 100 лет на полях военных действий, имеет свою выраженную специфику, так как ориентирована на оказание помощи гражданскому населению. Однако неизменно при массовых поражениях исключительно важное значение придается организации работы, без чего оказание помощи не может быть эффективным. В докладе представлены наши концепции организации оказания помощи при возникновении чрезвычайной ситуации, основанные на более чем 20-летнем опыте работы полевого многопрофильного госпиталя. В структуре медицинского формирования следует выдать 4 основных подразделения. Это приемно-сортировочное отделение, операционный блок, блок реанимации и интенсивной терапии, госпитальное отделение. Из приемно-диагностического отделения или приемно-сортировочного пострадавшие поступают в шоковое отделение или в предоперационную. Из шокового отделения они могут переводиться в отделение интенсивной терапии, предоперационную или непосредственно в большой операционной. А из операционного блока в отделение интенсивной терапии, то бишь движение будет и в разные стороны. В качестве вспомогательной службы следует предусмотреть диагностическое отделение, выполняющее инструментальную диагностику и лабораторные исследования. Основой организации оказания медицинской помощи пострадавших при массовых поражениях является медицинская сортировка, под которой понимают распределение пострадавших на группы по признаку нуждаемости и однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях. Мы считаем, что медицинская сортировка не одноразовое действие, а непрерывный процесс, который проходит пациент от поступления до исхода. Процесс медицинской сортировки включает три этапа. На первом этапе необходимо на основе синдромального подхода, без установки даже предварительного диагноза, быстро распределить пострадавших на группы и направить в профильное отделение. На втором этапе в профильных отделениях устанавливают диагноз, определяют и реализуют лечебную тактику. На третьем этапе определяют очередность и характер последующих эвакуаций. Групп, на которые распределяют поток пострадавших при проведении медицинской сортировки, не должно быть много. Мы сформулировали для каждого подразделения правила четырех шагов. Первый этап медицинской сортировки – это приемно-сортировочное отделение. Значит, первый шаг. Это опасные для окружающих пострадавшие. С неадекватным агрессивным поведением, а также имеющие химические, радиационные или бактериологическое заражение. Их временно изолируют для санитарной обработки или медицинской седации. Второй шаг. Пострадавшие с нарушением жизненно важных функций направляют в шоковое отделение блока реанимации. К ним относятся острая дыхательная недостаточность, нарушение сознания, нестабильная гемодинамика с гипотонией по показаниям. Третий шаг – это шокогенные поражения, переломы бедра, таза, политравмы, огнестрельные ранения, обширные ожоги. Без явных признаков развивающего шока. Их направляет в шоковое отделение блока РИД для проведения превентивной противошоковой терапии. И четвертый шаг. Прочих пострадавших, не имеющих опасности развития или уже развившихся нарушений жизненно важных функций, направляется в предоперационную и операционную блока для уточнения диагноза и проведения необходимых манипуляций. Традиционно считали, что самый опытный врач при массовых поступлениях должен работать именно на проведении первичной сортировки. Мы же считаем, что, учитывая, что медицинская сортировка – это непрерывный процесс, поэтому все, так скажем, опытные врачи работают в своих отделениях, потому что основную сортировку они будут проводить в своих отделениях. И очередность определять, какому больному первому оказать помощь и кого куда перевести. Таким образом, в приемно-сортировочном отделении формируют два потока пострадавших, направляя их или в шоковое отделение блока реанимации, или в предоперационную, операционного блока. Понятно, что я говорю о предоперационную или операционную, это вот вся, так скажем, группа отделений, которые занимаются именно операцией, и противошоково понятно там, где реанимация и где нужно посмотреть больного. Именно в этих отделениях проводят предварительный диагноз и определяют медицинскую тактику. Поэтому такой синдромальный подход на сортировочной площадке ведет к уменьшению времени нахождения пострадавшего на сортировочной площадке, что ускоряет движение больного и оказание помощи. Второй этап медицинской сортировки. Блок реанимации шокового отделения. Вот эти четыре шага, которые здесь, я думаю, вы прочитаете, чтобы я не задерживал вас длительное время. С кровотечением угрожающим направляем непосредственно в большой операционный блок при выполнении операции в соответствии с тактикой damage control. Предварительный диагноз устанавливают на основе признаков острой кровопотери. Шаг второй. Для проведения революционных или интенсивных противошоковых мероприятий, устранение асфиксии, временной остановки наружного кровотечения, иммобилизация, обезболивание, катализация вены, дренирование плевральной полости, пострадавших оставляют в шоковом отделении, а затем переводят в другие отделения интенсивной терапии, оперблок, госпитальное отделение. То бишь, сама сортировка происходит от начала и до конца. Я просто повторяюсь. Третий шаг. Это пострадавших с нарушением или угрозой нарушения жизненно важных функций, не требующих экстренных операций, направляют в отделение интенсивной терапии. Шаг четвертый. Прочих пострадавших направляют в предоперационное отделение операционного блота, где уточняют показания к выполнению и выполняют необходимые операции или манипуляции в большой или малой операционной. Таким образом, нуждающиеся в экстренных полостных операциях по поводу установки внутреннего коротечения сразу направляют в большую операционную вне зависимости от тяжести состояния, а остальных пострадавших с нарушением или угрозой нарушения жизненно важных функций задерживают шоковом отделении в то время, которое необходимо для выполнения каких-либо активных действий. После этого нуждающиеся в длительном проведении интенсивной терапии переводят в отделение интенсивной терапии. Операционный блок. Все пострадавшие, направленные в интенсивный блок противошока, имеют экстренные показания к выполнению тех или иных действий. Однако, когда нет возможности выполнить эти действия, всем сразу необходимо среди таких пострадавших выстраивать определенную очередность. По аналогии с терминами Damage Control Orthopedics, Damage Control Surgery, предусматривающие последовательные действия в отношении одного конкретного пострадавшего, мы считаем целесообразным ввести термин Damage Control Organization, определяющий, если возникает необходимость, последовательность действия внутри каждой сортировочной группы. Целесообразно применять простые шкалы оценки общего состояния, ну, например, с рамок корп. Однако, возможно использование других. Следует подчеркнуть, что применение шкал предусмотрено не для всех пострадавших, а только в случае необходимости определить очередных действий внутри уже выделенной сортировочной группы. Затем больные, которые уже оказаны помощь в операционной и в реанимации, для нашего госпиталя переводятся в госпитально-эвакуационное отделение, откуда занимаемся медицинской эвакуацией. Наша основная задача, учитывая, что мы не работаем до полного излечения больных, важно больных, которые у нас лежат, эвакуировать дальше. Тоже по принципу четырех шагов. Это ситуация, когда эвакуация возможно, но длительная и затруднена. Это, например, Чеченская республика. Выводы. Медицинская сортировка должна проводиться непрерывно. Прием на сортировочном отделении пострадавших разделяет на два потока. В каждом подразделении медицинскую сортировку проводят на основе правила четырех шагов. И транспортировка пострадавших возможно при любой тяжести состояния. И пятое, это при временной невозможности эвакуации часть пациентов переводят на амбулаторный режим, развертывая процедурно-перевязочную для работы в дневное время. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Валерий Минич. Да, пожалуйста, вопрос. Дорогие зрители, вы сказали, что процесс сортировки многоэтапный и непрерывный. Что происходит с пострадавшими непосредственно на месте происшествия чрезвычайной ситуации? Например, в метро, куда доступ медикам закрыт. В нашем случае в городе Москве это скорая помощь не может выйти в метро, работают пожарно-спасательные подразделения. Там тоже должна проводиться какая-то медицинская сортировка. Но медицинская сортировка в отсутствие медики проводиться не может. Значит, я отвечаю на ваш вопрос. Да, действительно, скорая помощь не имеет лицензии на работу непосредственно в очаге. В отличие от скорой помощи медики медицинных катастроф имеют лицензию на работу в очаге. Поэтому первичную помощь мы также оказываем и в очаге. Например, при обрушении здания рынка, если вы помните, то капельницы и обезболивания, которые пострадавшие лежали под бетонными перекрытиями, оказывали мы. Затем мы выносили на улицу, а скорая помощь уже отвозила. Медицинскую сортировку в самом очаге проводить не имеет никакой целесообразности. Основное вынести из очага пострадавших. А уже на границе очага начинается предварительная сортировка транспортная, так скажем. Сколько машин и кого в первую повезти. Это транспортная начинается сортировка. Но также была организована работа при обрушении аквапарка. Тут, понимаете, очень много можно обсуждать время. Очень спорный доклад. Не сразу он может быть воспринят. Он не первый раз. Взгляд, поскольку Валерий Минович анестезиолог-хранематолог, с позиции его как специалиста. Но доклад готовил и Андрей Владимирович Гаркавин, хирург-хранематолог. Он не дал полностью Валерию Миновичу идти в анестезиологию. Но огромный опыт. Работы полевого многопрофильного ГОСТа. В различных ситуациях. При массовом поступлении. Скажем так, одно из первых массовых поступлений это 30 раненых подольских курсантов, прибывших в Чечню, которых попали под обстрел и сразу поступили в одном моменте в ГОСТ. И других моментов было много. Поэтому здесь я понимаю, что рассказать о медицинской сортировке трудно так же, как трудно рассказать об организации. Это надо увидеть. И может быть сегодня, когда будет учение, как раз вот эти позиции, мы там посмотрим, послушаем, и там более серьезно обсудим. Если вы не возражаете. Ну, я хочу добавить, что при том замысле, который сейчас будет проводиться учение после нашей конференции, там несколько другая концепция, потому что мы будем работать в условиях мегаполиса. И основная задача госпиталя на границе, так скажем, очага, будет оказать помощь пострадавшим, которым необходима, так скажем, возможность транспортировки эвакуационной. Поэтому часть больных там будет отправлена сразу на скорых помощи, другие будут... Ну, это все на учениях. Время давайте не терять. Спасибо. Спасибо. Коллеги, вот здесь часто звучало, иногда, научные исследования проходят, пожар в доме, обрушение в доме, в мегаполисе. Нужна ли сортировочная площадка в месте ЧАЭС? Все зависит от того, есть эвакуационный транспорт, зачем сортировать? Быстрее, как можно быстрее эвакуировать лечебное учреждение. Иначе вот эта медицинская сортировка ради сортировки затягивает время оказания специализированной медицинской помощи. Нет транспорта, нет доступа. Работай, сортируй, оказывай помощь на месте. Другого пока природа не придумала. Спасибо. Пожалуйста, Николай Филиппович. Добрый день, уважаемые коллеги. Могу только присоединиться к Сергею Федоровичу в отношении мегаполиса. Задача скорой помощи это максимальное количество медицинских сил в месте довольного происшествия. Оно позволяет быстро провести эвакуацию и спасти людей. Но вот то, о чем говорил коллега наш из пожарного спасательного отряда ситуация в метро, она осложняется тем, что часть людей эвакуируется спасателями, а часть людей выходит из метро самостоятельно. Мы это видели вот на приаваренном Северском бурьвале. Люди, которые выходят из метро, скажем так, легко пострадавшие, они на себя отвлекают очень большие медицинские силы, потому что они тоже начинают требовать и внимания, и оказания помощи, хотя, в принципе, кроме в привязке, они больше ничем не нуждаются. В это время начинают выносить пострадавших тяжело, раненых, с нарушением витальных функций, и начинается вот эта вот проблема, связанная с эвакуацией пациентов. Это очень важно, все-таки, иметь какую-то одну-две бригады на вот таких ситуациях на месте, которые занимаются именно такой, сортировкой легко пострадавших, для того, чтобы другие бригады не отвлекались на оказание помощи этим людям. Блестящий пример из опыта, из практики, подтверждающий слова гениального Пирогова. Продолжение следует... Продолжение следует...